Здравствуйте! Вы смотрите «Надо помочь» и с вами я, Анна Махова. На что готова пойти семья ради ребенка? Что готов сделать ребенок, чтобы у него была семья? И что каждый день делают люди, чтобы стать семьей для, казалось бы, посторонних людей? Все это вы узнаете сегодня. Смотрим. В марте месяце, числа 25-го, заметили шишку небольшую около ушка. Ну, как бы сразу подумали, что это воспалительный процесс, лимфоузлы обычно воспалялись. Ну, я тут увлекаюсь футболом, хожу в столярную мастерскую. Первоначально они попадают на 6 месяцев. И вот за эти 6 месяцев наша задача – им оказать тоже максимальную помощь. Ангелине Васильевой 8 лет. Весной у девочки обнаружили редкое взрослое заболевание – рак слюной железы. Ангелина – первый ребенок в России с таким диагнозом. Девочку бесплатно проперировали в Москве, но сейчас ей необходимо вновь ехать в клинику на обследование. Проезд и проживание в столице родители вынуждены оплачивать сами. Помимо Ангелины в семье растет еще двое детей. Поэтому семья не в силах сама справиться с такими затратами. Им нужна помощь. Ангелиночка, маску одевай, гости к нам пришли. Ну, как не хочу, одевай, одевай. Ты же знаешь, что тебе нельзя. Восьмилетняя Ангелина, не скрывая разочарования, надевает нелюбимую маску. Уже несколько месяцев девочка не расстается с ней, особенно в присутствии посторонних. Ангелина очень любит гостей, но эта маска, она портит всю радость их присутствием. Тем не менее, девочка все понимает. Носить маску ей жизненно необходимо. Болеть никак нельзя. Любая простуда может привести к серьезному исходу. Впрочем, с этой же простуды и началась печальная история Ангелины. В марте месяца, числа 25-го, заметили шишку небольшую около ушка. Ну, как бы сразу подумали, что что-то воспалительный процесс. Лимфоузлы обычно воспалялись. Вот. И в поликлинику, как обычно, к педиатру обследовали, назначили лечение противовирусное. Десять дней мы пропили, результата никакого не было. Повторное лечение и снова никакого результата. Наталья забила тревогу и уже сама повезла точно УЗИ. А оттуда с результатами отправилась в больницу Середавина. У Ангелины обнаружили новообразование. Девочку прооперировали и отпустили домой. Образцы ткани тем временем направили в Москву. В это время Наталья находилась на девятом месяце беременности. Она вот-вот должна была родить третьего ребенка. Поэтому свои подозрения о болезни девочки врачи умалчивали до последнего. Но когда точный ответ из Москвы пришел, молчать уже было нельзя. У Ангелины обнаружили рак слюной железы. Для нас, конечно, это был просто шок. Мы, во-первых, никогда не думали, что может это с нами произойти. Очень все страшно было. Все были в таком неудумевании и сказали нам, что мы столкнулись с этим. То есть мы даже не сталкивались, мы не знаем, что делать. Как бы это болезнь не ребенка. Это болезнь мужчины от 40 до 60 лет. У ребенка такого не встречалось, по крайней мере, в Самаре. Как затем выяснилось, и в Москве, как, впрочем, и в других городах тоже. Самый молодой возраст больного – 18 лет. А частота этого заболевания – один случай в 5 лет. Ангелине сразу же выделили квоту на бесплатное лечение в столице. За ее операцию взялся главный онколог России. Три месяца девочка жила с папой в Москве, а Наталья в это время родила и уже с двумя младшими сыновьями ждала дочь здесь. Операция прошла успешно, и Ангелина вернулась домой. Она без капли страха рассказывает о врачах, которые ее лечили, о том, для чего несколько месяцев ее жизни состояли из ежедневных обследований и лечения. Ну, чтобы узнать, узнать, что у меня там как, и меня лечить. А ты сама как думаешь, что у тебя там как, и вылечили ли я тебя? Ну, мама говорит, что там вылечили, но не до конца еще. Еще немножко надо полечиться и вылечат. Увы, но на одной операции эта история так и не закончилась. Чтобы счастливый конец состоялся, Ангелине снова нужно ехать в Москву на обследование. Важно проследить динамику в здоровье девочки. Проезды проживания в Москве родители оплачивают за свой счет. Первый раз им помогли. Благодаря сотрудникам моей работы, руководству, людям, родственникам, соседям, знакомым, собирали по частиц, по копейке, помогали. Действительно, большая благодарность народу. Если бы не они, мы, наверное, действительно не справились с этим. Тем более мы семья многодетная, ребеночек родился. Все это так в один миг случилось, перевернулось, как бы никто не ожидал и не думал. Поэтому, да, большая благодарность всем за помощь, за такую. На Ангелине лежит большая ответственность – выздороветь. Она не знает, как скоро это произойдет, но точно знает, что будет делать в этот счастливый день. Ну, я думаю, что мы после того, как меня вылечат, мы приедем домой и устроим очень большой праздник. Приедет моя бабушка, дедушка приедет. Мы будем отмечать все. Родители же думают, где теперь найти средства. Зарплата главы семьи – 20 тысяч рублей. И так как Наталья не может оставить детей, на лечение с Ангелиной снова поедет папа. На эти периоды он берет больничное на работе. Денег не то что на проживание в Москве, на жизнь здесь, в Самаре не хватит. Поэтому семье снова нужна наша помощь. По тем, чтобы она жила и развивалась. Каждый ребенок имеет право жить на этом свете. И он родился для того, чтобы находиться здесь и отдавать болезни. Мы не намерены на ее. Хочется пройти, не останавливаться на начатом. Мы руки не опускаем ни в коем случае. Мы настроены положительно. Идти только вперед. И, конечно, просьба о том, чтобы помочь. Потому что сами мы не справимся с этим. Если вы хотите помочь Ангелине, сделать это можно, позвонив ее маме по телефону 8-937-980-00-87. Наталья Васильева. В детском доме единства города Тольятти воспитывается 12-летний мальчик Паша. Паша очень ждет свою семью. Посмотрите сюжет про него. Может быть, мальчик ждет именно вас? Сейчас я вам покажу сальто. Ну, не знаю, получится. Паше 12 лет. Паше 12 лет. Он увлекается акробатикой и всем спешит показать то, чему уже научился. Он с первого раза сделал и раз, и два, и три сальто подряд. Даже непонятно, от чего Паша так волновался. Прыжки даются ему легко. У меня некоторые что-то не получалось, не получалось. Потом я попытался. Мне говорили, ты просто боишься прыгнуть через голову на руки. Не, ну это ты можешь, но ты просто боишься, и ты просто не бойся. Я подумала, просто не бояться, и все получилось. Просто не бойся. Легко сказать, но трудно сделать. Особенно, когда вся твоя жизнь состоит из одних непросто. Именно такая непростая жизнь у Паши. Родители решены прав, а бабушка уже не в состоянии в силу возраста и маленькой пенсии взять парня к себе. Объяснить, почему так получилось, очень непросто, особенно ребенку. Но Паша не ждет объяснений, он все понимает. И сам, очень простый, даже как-то по-взрослому, говорит, что бабушке самой нужна помощь. И что он обязательно будет ей помогать, когда вырастет. А еще... Я хочу стать дальнобойщиком. Дальнобойщик, он там съедет в другие города, там отвозит этот груз. Ну, мне нравится водить машину. Ну, нужно ездить там, отдыхать. А еще Паша мечтает пуститься в кругосветку и увидеть весь мир. Путешествие это ведь так здорово. А дальнобойщикам, потому что Паше нравится водить самому. Он ходил на занятия по автоделу, теория далась легко. Так что и водить машину, уверен Паша, тоже просто. По крайней мере, точно проще, чем делать сальто. А ведь сальто у него уже получается. Но все эти планы, мечты, это в будущем. А пока... Пока Паша живет здесь, в детском доме единства города Тольятти. Со всеми подружился, все было хорошо. Ну, я уже тут, ну, год. Новый год тут отличный, все хорошо. Мне нравится. Ну, я тут увлекаюсь футболом, хожу в столярную мастерскую. Иногда тут, это, ну, играю в футбол. Любит заниматься спортом. Ходит на секцию по футболу. Занимается акробатикой немножко. Также активное участие принимает в общественной жизни детского дома. Добрый, отзывчивый парень. Паша убежден, что хороший человек – это тот, кто добрый. Тот, кто просто будет хорошо относиться к окружающим, к нему. А еще Паше важно, чтобы его тоже считали добрым. Поэтому он такой отзывчивый, помогает окружающим и старается хорошо себя вести. Просто Паша убежден, что если ты хороший, то у тебя непременно будет семья. А семья – это главная Пашина мечта. Не та, что сбудется потом, когда он вырастет, а та, которая должна сбыться сегодня, сейчас. Если вас заинтересовала судьба этого мальчика, узнать о нем подробнее вы можете по телефону 8-8482-45-2093. Детский дом единства у городского округа Тольятти. Директор детского дома Лариса Михайловна Юмашина. В Самаре работает отделение мать и дитя при социальном реабилитационном центре подросток. В отделении специалисты помогают беременным и женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Становится для них семьей. Наша съемочная группа побывала в отделении и увидела, как там протекает жизнь. Посмотрите и вы. Мы сейчас с вами находимся в отделении мать и дитя от центра подросток. Заведующий отделением мать и дитя Ирина Витальевна Устинова проводит для нас экскурсию. Здесь есть большие просторные комнаты, рассчитанные на несколько человек. Есть помещение поменьше для тех, кому необходимо уединение. Комната для мам с двумя и более детьми. Комната для беременных. Ну вот здесь одна из комнат, в которой у нас рассчитаны на 4 койко-места. На данный момент здесь проживает мама и четверть детишек. Здесь у нас место отдыха. Просмотры телепередачи. Причем не просто просмотры телепередачи, а еще у нас идет своего рода кинотерапия. Не просто смотрим передачи, мы еще и обсуждаем ее. Ну и также игровой холл для детишек. Отделение словно гостиницы с лучшими удобствами. Здесь есть все, чтобы чувствовать себя как дома. Своя комната, своя плита, на которой можно готовить большая гостиная. Но домом это место делают не стены, а люди. Сотрудники отделения. Сюда попадают беременные женщины, мамы с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. На плечах сотрудников стоит задача не просто создать комфортные условия для проживания этим женщинам, а помочь им. Вот здесь у нас кухня. Здесь девочки готовят сами при помощи. Если кто не умеет, того учат наши дежурные администраторы. Иногда девчонки приходят, и женщины, ну не имеют ничего. Поэтому весь необходимый набор посуды здесь имеется. Помочь им почувствовать себя нужными, помочь словом и делом. Часто в отделение приходят молодые мамы, которые еще вчера сами были детьми. Воспитанницы детских домов и интернатов. У них нет родных, им некуда идти. И это отделение, его сотрудники становятся для них самыми близкими и родными. Здесь работают педагоги, психологи, приходят педиатры. Каждый сотрудник словно мама. Научит готовить, убирать, гладить. Присмотрит за ребенком, пока надо сходить оформить документы или на учебу, работу. Первоначально они попадают на 6 месяцев. И вот за эти 6 месяцев наша задача – это им оказать тоже максимальную помощь. А затем уже в каждом индивидуальном случае мы рассматриваем, если есть необходимость продления, значит срок продляется. С нерешенными проблемами отсюда никто не уходит. Отделение существует 7 лет. И за это время здесь побывало более 300 мамочек. А в самом отделении родилось 23 ребенка. Главная задача – не просто помочь решить проблему, а научить решать проблемы самостоятельно. Кого-то научить быть взрослыми, кому-то вернуть уверенность, помочь твердо встать на ноги. Когда проблемы решены, специалисты с тревогой, как за родных, провожают подопечных. Провожают с надеждой, что они вернутся, но уже просто в гости, чтобы поделиться новостями, рассказать о своих делах. И они приходят и говорят спасибо за то, что в трудную минуту здесь их приняли и помогли. Специалисты отделения «Мать и дитя» помогают женщинам в самую трудную минуту в их жизни не остаться один на один с бедой. Такую помощь и поддержку ждут и следующие герои. Полгода назад в Самаре стартовал проект «Инклюзивная школа журналистики». В ней людей с инвалидностью обучает о зампрофессии журналиста, пресс-секретаря. Проект уже поддержали многие молодежные организации, но чтобы он вышел с городского уровня на областной, этого недостаточно. Проекту нужна ваша поддержка. Ольге Васильевне Леоненко 67 лет. В канун этого Нового года она лишилась зрения, а вместе с ним возможности просто выйти на улицу. У женщины нет друзей и знакомых, которые могли бы ее навещать, помогать в приготовлении еды. Ольга Васильевна лишена даже самого простого – общения. Ей нужна помощь. 14-летняя Лолита Викторова еще не успела вырасти, как сама стала мамой. В это же время ее родную мать лишили родительских прав. Сейчас Лолита с малышом на руках как никогда нуждается в семье, которой у нее нет. Посмотрим на тех, кому помогли. Недавно в Тольятти в школе-интернате номер 4 прошло необычное событие. Там появился дом для книг. Теперь воспитанники интерната могут совершенно бесплатно и безвозмездно брать и оставлять любимые книжки. И таким образом учиться не только делиться с окружающими, но и любить чтение. В Самаре специалисты Центра социальной адаптации инвалидов по зрению организовали для незрячих людей прогулку. Самую обычную прогулку в одном из самарских парков. И таким образом они не только подарили хорошее настроение ее участникам, но и помогли. Анна Панджакидзе. С детства у Ани инвалидность. За помощью и поддержкой девушка пришла в инклюзивный клуб добровольцев. И сегодня она не только стала неотъемлемой частью клуба, но и является примером для подражания. В отделении мать и дитя приходят те, кому больше некуда идти, некому обратиться. И там они находят свой дом. Людей, которым не безразлична их судьба. Людей, которые помогают им не сдаваться. Они находят там семью. 12-летний Паша тоже верит, что найдет свою семью. А родители Ангелины не сдаются в борьбе за жизнь дочери. Но чтобы победить болезнь, им нужна ваша поддержка. Несите добро. До свидания.